так всем здрасте с вами воскресный волк зубами щелк носом хмык ногами топ руками шлеп глазами хлоп и сегодня я просто хочу полюбоваться красотами окружающего ландшафта и побормотать все что мне придет в голову а мне приходит в голову очень многое поэтому начинаем кораблик военный это я тут оказался в эверете в районе военно-морской базы тут какой-то авианосец базируется самый большой куда это меня заносит уже главное не в ту сторону а вот тропинка есть ну вот какая сволочь набросала мусор в общем один из типусов говорит что хочет открыть счет в банке но во-первых не знает где и к тому же побаивается потому что банки мол банкротятся ну наслушался новостей что мол банк фальшивых сисек приказал долго жить потом какой-то республиканский банк тоже что-то все капут ему ну и он такой думает а чё за дела почему в какой банк нести деньги я уже ему отвечаю что вот это чего переживаешь во-первых люди которые теряют деньги в банке они теряют их не на своих счетах а обычных чековых там или сберегательных она каких-нибудь больших типа как сертифицированный депозит или там срочный вклад или в особенности инвестиционные вклады бывает такое что человек вдруг раз свалился скажем сто миллионов долларов сумма конечно большая но не бесконечная что нужно делать обычно люди в нормальном здравом уме и трезвой памяти вдруг решают эти деньги куда-нибудь инвестировать самый простой способ это прийти в банк и сказать у вашего банка хорошая репутация или не очень ну естественно ответ будет безупречная и поэтому день люди несут деньги в банк где банк по поручительству клиентов может купить там акции вложиться в какое-нибудь предприятие ну и назвать это все положительными ассетами ассет ну черт узнать как на русский язык перевести блин я начал переживать что я действительно забываю русский язык есть у меня такой недостаток эти вот деньги да если банк прогорает все оставшиеся положительные ассеты то есть то куда банк вложил деньги они будут разделены поровну между всеми инвесторами ну пропорционально то есть например один инвестор принес 100 миллионов долларов другой 5 миллионов долларов третий там еще что-нибудь кто-то там что-то получил кто-то что-то переинвестировал вдруг так банк банкротится и вместо общей суммы которые люди предполагали получить вдруг оказывается что вот этих вот всех положительных ценностей вдруг оказывается не на миллиард долларов как инвесторы вложили а скажем всего лишь на 900 миллионов то есть пропорционально каждому из вкладчиков выдается именно именно акциями на ту стоимость вот которая считается то есть там идет пересчет по текущему курсу сколько-то вещь представляет собой ценности и просто раздается людям я не могу представить чтобы человек который приезжает штаты имея там от 2 до 15 тысяч баксов вдруг решал что у него вложившись в банк на какую-то сумму он вдруг потеряет эти 10 тысяч ну я не могу представить чтобы человека вдруг было там 15 миллионов был у меня клиент да вот он как раз вложился в этот банк фальшивых сисек и там что 13 миллионов долларов он вложился в инвестиционный счет ну там часть ему там выплатили часть конечно прогорела он-то рассчитывал получить 20 миллионов от этого через ну там сколько три или четыре года как вот там дела шли а ему трах бах ему всего лишь 11 отдали да бывает такая ситуация не самая приятная но жвирбли случается с каждым другое дело вот на уровне поручаемых вот человек привез с собой скажем 8 тысяч баксов несет в банк и говорит я хочу вас открыть счет естественно с тем чтобы можно было выписывать чеки получать дебетную карту и рассчитываться и в магазинах в таком случае человеку переживать в принципе не стоит о интересно замочки висят кто это и плюс о интересно кто это евгений плюс онегин влюбились в друг друга чем я хуже ситуация с банком да даже если банк прокорит есть такое понятие здесь как federal deposit insurance commission в общем страховая федеральная комиссия по вкладам они занимаются тем что страхуют именно вклады до определенной суммы в девяностые годы это было по-моему четверть миллиона потом подняли до половины миллиона и сейчас где-то по-моему 750 тысяч не помню то есть если ваш вклад не превышает скажем те же полмиллиона долларов то можете быть спокойными он застрахован и даже если банк полностью прекратит существование то есть когда не останется вообще ничего то есть банкротство уже бывает разными есть банкротство такое что просто банк не может технически выполнить свои обязательства там по выплате вкладом это называется технический дефолт когда например по правилам он должен первого числа каждого месяца начислить проценты по какому-то вкладу вдруг трах бах там я не знаю компьютер медным тазом накрылся и банк не может начислить просто там чисто технически не проходит это называется технический дефолт то есть задержка по платежам идет неважно по какой причине уважительно не уважительно есть такое или там банковские служащие забастовали и никто не может выписать чеки никто не может расписаться или там человек выписал чека банк не может не может его обналичить потому что там служащий бастует тоже технический дефолт есть такая вещь когда банк например покупает какие-то инвестирует деньги в какие-то проекты и проекты не пошли то есть да поэтому у самого банка должно быть достаточно денег на покрытие таких рискованных предприятий ну кто знает никто же не застрахован от неприятностей и всяких жверблесов так это че? ну ка посмотрим так а эти че тут делают? эти меряют рулеткой чего-то бывает что банки да не могут получить прибыль сначала своими средствами рассчитываются покрывают убытки ну а если нет то не могу конечно так представить ну вот например банк фальшивых сисек в Калифорнии он как раз вот инвестировал кучу денег в всякие вещи которые ну грубо говоря политически были мотивированы скажем так нужно было показать политкорректность что мол там независимо от всяких предрассудков все люди равны там многие даже чуть-чуть ровнее то есть те кто был ничем вдруг стал всем кто был никем тот получил все и вот этот кто-то получив все обратно ничего не отдал бывает же такое согласитесь да в такой ситуации банк банкротится портфель инвестиций делится между всеми вкладчиками равномерно получают каждый получает соответственно тому чего хочет сколько вложил вложил миллион долларов банк обанкротился поэтому по возможности выплачивается максимум что могут за первая сумма первые там 750 тысяч скажем покрывается страховой компания остатки ну уж как получится опять же бывают счета где эти инвестиционные которые при всем желании не будут покрываться этой страховкой но это обычно идет когда человек приносит миллион долларов скажем 100 миллионов долларов и говорит что хочет вот инвестировать во что-то и банк помогает с этими инвестициями вот такие счета да они не страхуются и тут уже человек приносит деньги на свой страх и риск а бывает такое что банк директор банка просто берет всю кучу денег и исчезает в штатах такого я не помню чтобы было самое худшее было это когда банки инвестировали в проекты страховых компаний Фенни Мэй и Фредди Мак которые все хотели пожениться но никак не смогли и там череда банкротства шла не хочу вспоминать слишком долго давно это было в 2007 год ну да и там экономика посыпалась как карточный домик ну а в России да бывает такое что директор банка вдруг раз берет все деньги и исчезает и тогда наступает банкротство с полной ликвидацией предприятия то есть банк перестает существовать все что у него есть вплоть до столов и телефонов пытаются продать выручить хоть что-то и делят между инвесторами есть банкротство помягче когда банк например задолжал кучу денег не может выплатить вовремя и приостанавливают там чтобы дополнительные пени не накручивались там штрафные санкции чтобы не было но банк может выкрутиться бывает ситуация когда идет банкротство с перефинансированием когда ну любое предприятие когда денег нет но вы держитесь но если вдруг деньги появятся мы можем раскрутиться как говорится дайте денег а то гондонов понавыпускали а упаковки к ним нет и что тогда говорит насыпли мне 200 штук в сеточку вот деньги нужны на упаковку вот идет перефинансирование а поскольку кредиторы требуют кучу денег то денег так сейчас взять нельзя ну закон о банкротстве может предоставить такую своеобразную защиту то есть когда отсрочка по платежам приостановка там штрафных санкций и так далее и так далее но в данном случае мы не переживаем что например человек принес там свои 8 тысяч в банк положил на чековый счет там 5 из этих тысяч только на сберегательный счет каждый день там каждый месяц приносит зарплату 5-20 числа ну или как там получит скажем раз в неделю человек учет там платят кучку денег и получают расчет опять же всяко бывает но в данном случае страховая страховая вот эта федеральная комиссия она покроет эти расходы даже если банк вдруг полностью испарится то есть вчера банк был сегодня пришли все закрыто ничего нет будут компенсированы так что люди не переживайте так что там едет а там едет поезд а что он не едет он кажется стоит я вспоминаю в этом смысле как я открыл свой первый счет вообще банков в штатах много я помню приехал свалился в штаты в четверг и в пятницу пошел прогуляться вижу написано банк я так захожу говорю я хочу положить деньги вам в банк что мне говорили я уже не мог понять во первых языка толком не знал во вторых я понятия не имел особенности но чековый счет мне открыли поскольку я принес пять тысяч долларов наличными и говорю вот хочу положить деньги в банк ну естественно когда человеку перед носом машут кучка денег пусть даже и не говорящий по-английски это было до 11 сентября патриотичный акт еще не существовал даже по-моему даже в зародыше счет мне тогда открыли другое дело что три тысячи из этих пяти у меня тут же ушли на оплату учебы и там сопутствующих вещей и уже через месяц у меня осталось что-то 1800 баксов которые я тянул три месяца и потом банкир мягко говоря умолчал о том что каждый месяц будет браться оплата за обслуживание чекового счета я то приехал я думал что вот я деньги в банк положил и какие то проценты будут они начислять а мне фиг вам вместо процентов они наоборот по 12 баксов в месяц меня сдирали причем до смешного доходило я знаю что у меня на счету 10 долларов остается я спокойно трачу что-то там покупаю упаковку сосисек за 3 доллара и тут же проходит месячная оплата эти 12 баксов и дальше с меня берут штраф за то что ушел в минус по месячной оплате как говорится оплата за оплату пеня за пени потом мою же штраф берут за то что я свои деньги потратил поскольку уже ушел в минус и какой то там еще третий штраф был я думал что у меня на счету еще долларов 5 есть а вместо этого у меня минус почти 100 я иду к банкиру пытаюсь разобраться и они говорят ну вас поскольку мы ушли в минус мы вам счет закроем и больше уже не откроем один раз такое случилось второй раз третий раз на четвертый раз а ну вас к черту я иду в другой банк потому что когда вот эта месячная оплата проходит она идет совершенно неожиданно в самый неподходящий момент после этого я открыл счет был такой банк Вашингтон Мьючелл пришел открыл счет был бесплатный проблем не было пару лет я им пользовался причем они дали мне тогда то что называется overdraft protection это когда если денег на счету не хватает но хочется что-то оплатить да оплата проходит мой счет уходит в минус да они берут штраф за это тогда это было по моему 25 долларов за каждую транзакцию и сделали лимит там что-то 600 баксов мне пару раз было такое что у меня на счету 50 баксов я подхожу к банкомату снимаю 650 баксов да счет уходит в минус я понимаю но наличные есть и до конца месяца можно просуществовать зарплата приходит я эти деньги ложу в банк да покрывается из минус 700 баксов у меня получается например плюс 200 и жизнь повторяется потом я пытался был такой Seafrost Bank который был потом преобразован в Банков Америка или как я его называю БОФА все банки примерно одинаковые они все идут под одной юрисдикцией только вывески разные а правила у всех очень схожие немножко отличаются кредитные союзы ну кредит юнионс это почти как банк только считается как бы частный клуб то есть с юридической точки зрения это частный клуб частное предприятие где нужно завести членство ну и в качестве побочного эффекта есть чековые сберегательные счета лучше всего мне повезло кредитный союз это Bowen Employee Credit Union те кто живут в Сиэтле знаете очень хорошая вещь рекомендую правда у меня с ними произошел маленький конфликт в прошлом году в августе мне один мой друг подарил чек который то есть чек был вообще на третье имя кто-то с моим другом рассчитался этим чеком а чек был пандемийный когда государство оплачило кучу денег то есть чтобы не ложить к себе на счет этот человек сначала этот чек передал моему другу мой друг передал уже мне в общем вот так вот из рук в руки ну потом я просто депозитирую его к себе через банкомат и вроде бы проходит в августе все прошло и вдруг так бах мне в феврале говорят пишут что ой у вас на три тысячи ушел в минус я говорю какого хрена и выясняется банк стал разбираться выяснили что чек был выписан не на мое имя заподозрили в отмывке денег и счет закрыли если кто будет открывать счета убедитесь что депозитируйте чеки которые выписаны именно на ваше имя и на чего угодно другое только именно на ваше вчера пошел в бар и вдруг заметил что со мной мужики флиртуют такое давно забытое чувство тут со мной мужики флиртуют почему бы я почему бы мне и не ответить а то один тут мне говорит сначала дела сначала работа а секс может быть потом в качестве награды я думаю мой Серега меня динамит только ему это позволяет никому другому так что иди к этим лесам в общем первую ночь мне же свербит я же не могу вот приехал в новую страну весь такой это ууу что я в штатах я оказался я непонятно где пойду посмотрю погуляю уснуть не могу после заката главный этот с моим очень ломаным английским натыкаясь на одного парня кстати красивый симпатичный почти флиртую но тот мне говорит что он натурал я думаю ой елки какой облом ну ладно хотя Потом немножко сдружились В общем, все, что я понял, что его зовут Дэн Что он натурал Ну, предлагает просто дружить Бывает такое Всякое бывает Прихожу в гостиницу На следующее утро звонит мне администратор И говорит Тут пришел мистер Дэн Хотите, would you like to take a message? Я не знал, что такое message Я открываю свой русско-английский разговорник Даже не разговорник, а словарь Да, русскоязычный словарь И нашел ближайшее по смыслу слово По произношению Это было слово массаж А не message Я говорю, ой, извините, но я не хочу массаж Она говорит, не массаж, message Я опять открываю словарь И опять нахожу то же самое слово, массаж И у меня в голове сразу выставляется фигня какая-то Человек, который говорит натурал Приходит в гостиницу Администратор, говорит, предлагает массаж от этого человека Я, конечно, понимаю, что было бы приятно Но все же не настолько же быстро и открыто предлагать Тем более, что другие люди Ведь я же тогда был настолько закрытый во всех смыслах Что открыто признать, что да, я хочу массаж от парня получить Даже не сколько меня сам массаж смутил Сколько само предложение администратора А я же знаю, а за это надо платить А я, если кто не знает, платить не люблю И поэтому я говорю, нет, мне не нужен массаж Она говорит, да, не массаж, message Я чувствую, что я попадаю в глупое положение Я не знаю, что такое message Я говорю, так, мне не нужно ни message, ни массаж Она, конечно, смеется, понимает, что я чего-то не понимаю Но, увы Так я сообщения от этого Дэна и не получил А может быть, он меня тогда просто приглашал на завтрак Вот с тех пор я узнал это слово message Итак, 25 минут На сегодня, пожалуй, хватит С вами был воскресный волк В хорошем настроении И я поехал дальше Все, может быть, еще даже что-нибудь запишу А может быть и нет Не знаю У меня что-то сегодня такое настроение такое Со мной вчера мужики флиртовали в баре Чувствую себя молодым Как же все-таки приятно, когда кто-то находит меня привлекательным Субтитры сделал DimaTorzok